Как полностью искоренить пытки из практики уголовно-исполнительной системы? Какую альтернативу выбрать такой мере наказания, как лишение свободы? И постепенно перейти от отрядного содержания заключенных к покамерному? Эти и другие вопросы обсуждали на международной научно-практической конференции. За круглым столом собрались группы ученых, ведущих специалистов в области права, представителей МВД, Генеральной прокуратуры Верховного суда и международные эксперты России, Белоруссии и Германии. Международная научно-практическая конференция по вопросам уголовно-исполнительной системы стала в нашем регионе уже традиционной. Она седьмая по счету. Сегодня обсуждают перспективы развития уголовно-исполнительной системы страны. Последние годы, отметят специалисты в области права, Казахстан сделал огромный прорыв. Если в 98-м по числу тюремного населения страна занимала далеко не почетное третье место в мире, сегодня на 73-м. Действующий уголовный кодекс, что начал работать в 2015-м, сегодня назовут кодексом нового поколения. За 26 лет нашей независимости Казахстана мы двинулись в сторону лучших мировых стандартов, лучших мировых практик в области, скажем, закрытых помещений, колоний. Это ведь наши граждане. Там сидят люди, скажем, права которых также оберегаются, конституции нашей страны. Поэтому сегодня у нас стоит задача. Это минимизировать содержание людей в таких закрытых учреждениях. Из-за уменьшения тюремного населения в стране уже закрыты 8 колоний. Благодаря новому уголовному кодексу наказания в виде лишения свободы стали назначать реже. Все идет к тому, чтобы в некоторых случаях вместо лишения свободы была альтернатива, к примеру, штрафы или общественные работы. Сейчас в парламенте у нас обсуждается целый ряд поправок. И вот 16 мая мажорист парламента принял эти поправки. Они касаются, например, того, что ввести в санкции 247 статей Уголовного кодекса общественной работы с привлечением Акимата. Здесь сегодня в этой работе принимают участие и представители Акимата Кустанайской области. Мы хотим поговорить о том, а как реализовать эту меру. Сегодня обсуждают и вопросы содержания заключенных. Старая система советского времени, так называемая «отрядная», постепенно отходит. Сегодня нужно стремиться к тому, чтобы обеспечить покамерное содержание заключенных. Перенимать опыт таких стран, как Голландия или Германия. К слову, эксперты оттуда накануне посмотрели на условия в местных колониях. Еще одна тема, что стала главной на этой конференции, это пытки. Нужно прийти к тому, чтобы искоренить такие случаи с практики уголовной исполнительной системы. В подавляющем большинстве пытки совершаются целью получения признательных показаний. В остальном для подавления личности и наказания за неповиновение в учреждениях УИС. Практически все такие случаи сегодня не укрываются. По ним проводятся проверки и принимаются процессуальные решения. Представители Генпрокуратуры отметят, ежегодно в стране регистрируются до 700 жалоб о пытках и насилии среди граждан и осужденных. За последние годы к уголовной ответственности за пытки привлечено порядка 80 должностных лиц. В прошлом году прокуроры инициировали проект «Общество без пыток», чтобы этот вид преступления вывести из тени. О мерах, направленных на нулевую терпимость к пыткам, расскажут и представители МВД. В исправительных учреждениях появились телефоны доверия. Комитетом УИС совместно с Акционерным обществом «Казахтелеком» осуществлен пилотный проект по подключению в четырех учреждениях города Астане и Алматы услуги прямой телефонной связи. При снятии трубок, с которых производится автоматическое соединение с телефонами доверия органов прокуратуры, то есть напрямую, осужденный, если появился повод для жалобы, обращения, просто без набора цифр поднимает трубку и обращается. Такие обращения уже были по Алматинскому региону и по ним реагировали своевременно. В дальнейшем планируется внедрить такую практику во всех исправительных учреждениях республики. Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы страны обсуждали на протяжении нескольких часов. Говорили о том, как социально реабилитировать освободившихся из колоний и поднимали проблемы исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.